Продолжение следует... Мы видим сквозь призму телемедицинских консультаций, что иногда бывают отклонения в работе нашей, отклонения в диагностике, в лечении, и, конечно, основными аспектами повышения эффективности основываются на этих пунктах. Хотелось бы остановиться на каждом. Это, например, своевременность обследования. Очень часто своевременность обследования страдает. Страдает в основном из-за того, что впервые пациент обращается и находится не у онкологов, а находится в других учреждениях, у хирургов непрофильных. И когда он приходит к онкологам, то, конечно, на том этапе, когда проводилось лечение первоначально, то исследование в полном объеме, которое требует критерий качества, не проводилось. Конечно, сейчас, по сравнению с чем 3 года назад, 4 года назад, работа в субъектах намного улучшилась. И весь перечень полных обследований везде старается делать срок. Это отрадно, но, конечно, над этим стоит работать. И особенное внимание занимает своевременность молекулярно-генетического исследования. Также, как говорила, раньше это были достаточно большие сроки – месяц, два месяца. Но в настоящее время все наши коллеги стараются выполнять это исследование срок в срок. И максимум, если пациент находился в другом учреждении, выполнение несколько задерживается, но максимум до второго цикла. Очень важно правильное стадирование заболевания, формулировка диагноза, потому что от правильной формулировки и стадирования зависит режим и подходы к лечению пациента. Преемственность. Преемственность – очень важная часть нашей работы, потому что все пациенты с нарушением сроков очень часто выявляется причина несвоевременного отправления одного врача к другому. Нет вот этой связи, тесной связи хирургов, терапевтов, онкологов, онкологов первичного звена. И эта преемственность, конечно, является главной причиной срочек лечения. Поэтому в настоящее время «Красной нитью» проходит по всем конференциям и вообще по всему направлению онкологическому это мультисциплинарное обсуждение, телемедицинские технологии. Но это, конечно, все проводится, когда пациент находится у онкологов. А когда пациент находится в первичном звене, конечно, здесь еще стоит очень много поработать и с онкологами первичного звена, и просто с терапевтами, хирургами, ни профильными, ни онкологами. И, как говорилось ранее, что оценка безопасности, она очень важна. И в настоящее время в этом нам помогают страховые компании, которые требуют наличия всех исследований и облегчают, конечно, проведение этой опции. И, как говорила уже Татьяна Юрьевна, что на самом первом этапе лечения пациентов мы должны использовать максимум всех возможностей, потому что самое эффективное лечение, конечно, это первичное лечение. Мы понимаем, что все остальные режимы химиотерапии или лекарственной противополитерапии снижают свою эффективность геометрической прогрессии. И мы иногда можем рассуждать, если мы используем максимальную схему в первичном лечении, что мы будем делать дальше. Но, конечно, каждый случай индивидуальный, необходимо обязательно обсуждение этого вопроса. Но мы должны понимать, что если пациент сохранный, перспективный, то, конечно, таким пациентам необходимо максимум пользы от первого лечения. Для опухолей желудочно-кишечного тракта стандартный объем, он весь расписан в клинических рекомендациях, в первую очередь. До начала лечения выполняется и на фоне лечения радиологические методы обследования, эндоскопические методы обследования, лапароскопия. Конечно же, биопсия как первичного очага, так и метастатических очагов, когда это необходимо, с гистологическим и молекулярно-генетическим исследованием. Оценка безопасности очень важна. Как говорила Елена Викторовна, обязательно необходимы лабораторные, инструментальные методы обследования. Обследование и оценка степени компенсации других органов и систем, но самым важным является осмотр пациента. Потому что мы, как участники телемедицинских консультаций, очень часто назначаем и выбираем режим лечения, советуем, но это рекомендации, потому что мы не видим пациента. Поэтому основное решение принимает лечащий врач. Потому что один взгляд врача на пациента уже может сказать о многом, о выборе того или иного режима. В частности, что касается нозологии. При раке пищевода и кардия, конечно, в первую очередь, мы должны в современной тенденции персонализировать терапию, выполнять исследования маркеров. Это ХЕР-2, планификацию ХЕР-2, микростелитную нестабильность, ПДЛ с оценкой СПС. Что касается предоперационной химиотерапии, при плоскоклеточном раке пищевода необходимо проводить 12 недель, а перед химио-лучевой терапией 6-9 недель. Почему касаясь этих сроков, они очень часто нарушаются. При аденокарциноме рака пищевода необходимо выполнение 6 курсов переоперационной химиотерапии. Половина проводится до операции, половина после операции. И хирургическое вмешательство обычно выполняют через 6 недель после завершения химио-лучевой терапии. С аденокарциномой у пациентов, которые не получали предоперационного лечения, возможно рассмотрение адъювантной химиотерапии по принципам лечения рака желудка. А пациентов с плоскоклеточным раком пищевода адъювантную химиотерапию при Р0-резекции возможно не проводить, потому что не выявлено положительное влияние на выживаемость. И в настоящее время появилась опция иммунотерапии, это невулумаб, который доказан на основании исследований третьей фазы. Пациентам назначался невулумаб в адъювантном режиме после химио-лучевой терапии, хирургической резекции. И было выявлено, что назначение невулумаба значимо увеличивает время без прогрессирования у пациентов. И независимо от гистологического типа, пациенты хорошо отвечали на адъюванную терапию невулумаба. Оптимальная продолжительность химиотерапии первой линии при метастатическом заболевании – 4 цикла при стабилизации процесса и 6 циклов при достижении объективного ответа. Это средние цифры, но мы должны понимать, что если максимально достигли стабилизации после 4 циклов, то мы должны все взвесить о целесообразности дальнейшего введения этих препаратов в пациенту, чтобы не перелечить. И обязательно при невозможности локальных методов лечения пациент оставляется на наблюдение по стандартной программе, которая освещена во всех клинических рекомендациях. Объем исследования обязательно с осмотром пациента, эндоскопическим исследованием, УЗИ, рентген и компьютерной томографии. Здесь указаны во всех рекомендациях сроки компьютерной томографии, но мы должны понимать, что лечащий врач имеет право изменить частоту выполнения диагностических исследований при наличии высокого риска прогрессирования. Что касается рака желудка, здесь почти те же самые маркеры. Добавляется также исследуется HR2, микросателитная нестабильность и PDL1 с подсчетом CPS. Переоперационная химиотерапия также 4 цикла химиотерапии до и после операции по схеме FLOT, но тягощенным пациентам эту схему можно не проводить, а перейти на более мягкие режимы. Что касается микросателитной нестабильности, которая сейчас широко изучается, выявлено, что пациенты раком желудка с наличием микросателитной нестабильности, они более с благоприятным прогнозом, и этим пациентам после хирургического лечения не надо назначать химиотерапию, потому что мы видим по графикам справа, эти пациенты выигрывают от просто хирургического лечения. Если у пациентов низкая микросателитная нестабильность, то таким пациентам необходимо назначать адъювантную терапию. Очень часто мы с хирургами спорим, когда же начинать химиотерапию после операции. Через 2 недели, через неделю, через 6 недель. Было исследование, в котором изучали сроки, это менее 4 недель, от 5 до 6, и более 6 недель. И мы видим на графике, что если мы не будем торопиться и начнем лечение адъювантной через 5-6 недель, то общая выживаемость у таких пациентов выше. Поэтому в рекомендациях у нас указано, что, возможно, начало адъювантной терапии через 4-6 недель. Здесь представлен алгоритм лечения первой линии рака желудка и рака пищевода, где зависит от наличия HR2, наличия CPS и гистологического типа. Здесь используются препараты платина, фторурацила, иммунотерапия и добавлением таргетной терапии тростозумабом при наличии HR2. Метастатический рак желудка должен оценивать эффективность каждые 6-8 недель. Продолжительность химиотерапии должна длиться 18 недель с последующим динамическим наблюдением. Но иногда, когда мы видим, что пациент выигрывает от этого лечения, мы можем проводить допрогрессирование при отсутствии непереносимой токсичности. Длительность второй и последующих линий определяется эффективностью переносимости лечения. Если врач решит продолжить допрогрессирование при отсутствии токсичности, это тоже возможный вариант. Наблюдение в том же объеме, по тем же срокам. И что касается колоректального рака, здесь полный объем исследований генетических. Также можно дополнительно посмотреть переносимость перимединов по разделениям наличия пармивоморфизма гена ДПД. У нас были такие случаи. Также возможно определить переносимость иринотыкана. Переперационная химиотерапия при высоком риске проводится. Проводится лечение химиотерапией до и после операции, но общим объемом 6 месяцев. Адювантная терапия, здесь вправо алгоритм, зависит от наличия факторов риска, от наличия или отсутствия микросателитной нестабильности. Проводится лечение общим объемом 3-6 месяцев. Что касается первой линии химиотерапии при метастатическом раке желудка, мы видим, что в первой линии у нас большое количество пациентов, к сожалению, только 30-40% доживают до четвертой линии. Но и это прогресс, потому что раньше пациенты не доживали до третьей линии даже. Конечно, выбор зависит от характеристик пациента, от характеристик опухоли, от молекулярных характеристик и предпочтения пациента. Обязательно, как сказала Светлана Анатольевна, необходимо проговаривать с пациентом весь план лечения и возможные осложнения. Потому что пациент должен быть готов к возникающим осложнениям, и чтобы он был согласен с этими осложнениями жить. Здесь в этой таблице основные пункты первой линии лекарственной терапии. Это основные схемы препаратов. И для ослабленных пациентов, конечно, возможны различные вариации в зависимости от общего статуса пациента. Здесь исследование также влияния микростолитной нестабильности. При колоректальном раке мы видим, что при наличии данной нестабильности время беспрогрессирования при лечении пембролизумабом выше, чем у пациентов с простой химиотерапией, как при времени прогрессирования и общей выживаемости. Также неволумаб с эпилемумабом увеличивает общую выживаемость и объективный ответ у пациентов даже с наличием различных мутаций. Конечно, персонализированная терапия. Здесь все подходы по молекулярному профилю пациента. Мы должны помнить, что бевоцезумаб в монорежиме при колоректальном раке не используется. А флиберцеп и рамицурумаб применяются только с режимом фолфири или эндотеганом или дограмонт. Цитоксимаб и понитумумаб активны как в монорежиме, так и с химиотерапией, но не используются с капистабином режимами флокс и кселокс. Колоректальный рак также требует наблюдать в определенные сроки. Мы видим также, что иногда пациенты не наблюдаются вообще или сроки достаточно огромные по тем или иным организационным причинам. Но, конечно, с этим связано также и нарушение объемов обследования. Здесь в приколоректальном раке еще присоединяется исследование раково-эмбрионального антигена. В заключение хотелось бы сказать, что одно только соблюдение вот этих всех рекомендаций приведет к значимому повышению эффективности опухоли желудочно-кишечного тракта, но и всех злокачественных образований. Приоритет персонализированной терапии, особенно мы видим на примере опухоли желудочно-кишечного тракта, и, конечно, обсуждение всех сложных случаев совместно с различными специалистами и с федеральными центрами. Спасибо за внимание. Продолжение следует...